Когда вы приезжаете в город Саки, первое, на чем, пожалуй, останавливается взгляд паломника, это Свято-Ильинский храм. Начало строительства этого православного храма приходится на годы конца XIX века. В 1894 году на бывшей базарной площади была возведена колокольня в стиле греко-римского зодчества. Она была построена в три яруса высотой 33 метра. В 1902 году была поставлена задача о создании нового храма в городе Саки. Для решения проблем поиска материальных средств для строительства автор проекта, архитектор и подрядчик создали специальный комитет, главой которого был священник Попов. По решению комитета управляющим проектом стал архитектор Васильев, который уже работал в области строительства церквей в Гурзуфе, Перекопе, Олубке. Для постройки нового крупного здания нужна была немалая территория, и поэтому храм решили отстраивать возле колокольни на базарной площади. Задача архитектора была в том, чтобы два разных по архитектуре здания, часовни и храма, стали сочетаться между собой, чтобы не было видно разницы постройки в возрасте 40 лет. Церковь была построена по мотивам русско-византийской архитектуры. Круговой объем здания достигает 92 метра, длина 34 и ширина около 24 метров. В 1903 году, 2 октября, прошел обряд освящения церкви в честь одного из пророков Ветхого Завета, святого Ильи. Но время не стоит на месте, и в 1929 году, по приказу главы Евпаторийского райисполкома, церковь закрыли, а ее здание решили использовать под клуб. Естественно, что церковь понесла значительные утраты архитектурных и декоративных элементов дизайна. Были снесены купола, уничтожена немалая часть слепки, демонтирован иконостас. Колокольня осталась на месте, поскольку была внесена в Лоции и использовалась как навигационный знак в судовождении. В годы Второй мировой войны, 1942 год, церковь святого Ильи вновь была открыта немецкими оккупационными властями. Она была единственной на весь город Саки. Реконструкция здания началась только в 1990 году. По проекту, состояние храма должно было иметь первозданный вид. Тогда начали работу над восстановлением куполов, росписью стен, созданием нового иконостаса. В часовне был установлен колокол-благовест, вес которого достигал около полутонны. На сегодняшний день Свято-Ильинская церковь полностью приобрела первоначальный вид. Храм действительно очень красив как снаружи, так и изнутри. Но самое главное, в этом храме действительно чувствуется присутствие Божие. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok